Друзья, привет! Дорогие коллеги по увлечению, учайные гости, зашедшие на канал. Всех вас рад приветствовать на развлекательном, познавательном портале о рыбалке и отдыхе на природе подслушано секреты рыболова. Сегодня небольшое видео о том, как мы ездили на рыбалку на судака на береговой спинник. Рыбалка получилась спонтанной, никто заранее не планировал, созвонились, договорились, погода стояла шикарная, тепло, солнце, единственное что очень сильно мешал ветер. Ветер был против течения, неудобно было чувствовать поклевки. Ну изначально было решено попробовать половить на черный силикон, так как глубина в месте ловли около 5-6 метров, яркая солнечная погода. На таком фоне хищной рыбе снизу лучше всего видны темные приманки. Черные приманки выручали меня постоянно и поэтому с них я и начал эту рыбалку. Но потом рыбалка превратилась в сплошную смену приманок и постоянные эксперименты. Поклевок не было ни у кого. Несмотря на то, что место это довольно перспективное, оно изобилует различными бровками, перепятами глубин, поворотами, отбойниками, с наличием течения и без наличия течения. Пробовали все. Меняли цвета силиконовых приманок, меняли сами приманки, ловили на бакеные мандулы, ловили на донные джиговые вертушки, возвращались снова к черным цветам, потом ставили белые цвета, машинное масло и практически весь цветовой день прошел в экспериментах. Потом было решено прогуляться по берегу в поисках щуки. Мы ушли на более мелководное место, где на днях хорошо ловили щуку на блесны. Ну и там удача нам не улыбалась. Как вы видите, уровень воды в реке довольно низкий. Река впадает в Волгу, соответственно, раз обмелела Волга, то обмелела и эта река. Благо, ходить по берегу удобно. Близко к курезу воды не подойти. Ну, за два метра чувствуешь себя довольно комфортно, потому что берег песчаный, это не глина. Несмотря на отсутствие поклевок, мы не отчаивались, потому что день был довольно теплым, на природе никто не мешал. Рыболовов в этом месте было не так уж и много. Лишь изредка подъезжала какая-то лодка, а береговые спиннингисты практически не докучали, так как на весь берег нас было не более шести человек. Пройдясь пару километров в одну и в другую сторону, мы решили ждать вечернего клева. И вот, когда настал вечер, случилось самое удивительное, самое красивое, ради чего стоило ехать на эту рыбалку. Нет, я говорю не о рыбе, я говорю об этих чудесных, прекрасных видах, которые вы сами можете посмотреть. Удивительный закат неземной красоты, который просто завораживает, и ты не в силах оторвать взгляд. О том, что поймали мы в конце дня, я расскажу чуть позже, а сейчас под красивую музыку просто насладитесь этим закатом вместе с нами. Субтитры подогнал «Симон» Мы совсем забыли о том, что приехали сюда за рыбой. Мы просто смотрели и наслаждались этой удивительной природой. Так же красиво было в этот вечер. Но, несмотря на это, нас впереди еще ждал судачок. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Судачок оказался весом 1 килограмм 300 грамм. Самое примечательное, что из нас троих за протяжении всей рыбалки все поклевки достались только одному человеку. Как вы думаете, кто этот человек профессионал? Нет, это новичок. Новичок, который буквально пару месяцев назад освоил ловлю на спиннинг. А новичкам, как известно, всегда везет. Давайте порадуемся за его улов. Еще раз насладимся красивой природой. Всем вам желаю ни хвоста, ни чешуи, добра, позитивного настроения. И чтобы все у вас было хорошо. До новых встреч, дорогие мои коллеги по улечению. Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал «Симон»